Бла-бла-педия! Бла-бла-педия! Кому на Руси жить хорошо? Или кто и почему на Руси носил кокошники? Не знаю, по какой причине еще на Руси женщины стремились быть похожими на куриц. Брррр, нет-нет, я не об этом. Но очевидно, эти домашние птицы вдохновлялись, создавая кокошник. Так как само слово появилось от слова кокош, что значит то ли петух, то ли курица или наседка. Ну, пишут по-разному, знатоки, блин. Хотя древних я уважаю. Они умели вдохновляться своим бытом, животными, растениями. Так что кокошник меня привлекает и дурацким мне не кажется. В общем, на страницах Бла-бла-педии его величество кокошник. Старинный головной убор на Руси. С самого начала их носили только замужние женщины. Да, у нас тоже раньше считалось, что выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Тут, кстати, тоже интересная тема. Начать стоит с того, что женские волосы в славянской мифологии образ довольно устрашающий. Считалось, например, что распущенные волосы замужней женщины способны принести несчастье и ее семье, и всей деревне. Поверье, запрещающее ходить простоволосой, положило начало всевозможным головным уборам, которые сменяли друг друга в зависимости от динамики торгового и культурного обмена Руси. Со временем от простых покрывал и всевозможных рогатых головных уборов, венцов у незамужних, кибалок и сорок у замужних, в обрядный обиход богатых русских женщин входит кокошник. Форм кокошника было очень много, но мой любимый – полумесяц. Такие носили традиционно в центральных районах России. Какие бывали еще? Давайте посмотрим. Однорогий кокошник Розамасского уезда Нижегородской губернии. Однорогий кокошник – Костромская губерния. Кокошник – Московская губерния. Кокошник – Владимирская губерния. Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, с платком. Догребенчатый или седлообразный кокошник, вид в профиль. Недавно в инстаграм наткнулась на человека, который воссоздает кокошники. Он там показывает весь процесс, материалы. Так вот, основу он делает из плотного картона. Ну, думаю, несерьезно. Каково же было мое удивление, что, в общем-то, так было и раньше. Цитирую. «Основу подобного гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста». Господи, почему я решила, что раньше не было картона? Ну ладно. А дальше обтягивали его дорогой тканью, бархатом или штофом, украшали по «зументом», что это за слово, я даже не знаю, честно говоря, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, усами или жанчугом, а иногда и драгоценными камнями. Кокошник был дорогим удовольствием и передавали его из поколения в поколение. Но, как и многое другое, именно Петр Первый вытеснил кокошник из быта людей. Точнее, сместил его полностью просто в традиционный русский костюм, в быт крестьян, мещан и купцов. Правда, кокошник оживал при дворце еще пару раз. Екатерина Вторая, подчеркивая близость к русскому народу, с удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. В 1834 году Николай Первый ввел женский придворный мундир, в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора для замужних дам – кокошника. Для незамужних – повязки. Каждому рангу от фрейлины до стацдамы полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник Маркиз де Кюстин в путевых заметках «Россия» в 1839 году описывал кокошник так. Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато украшенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым. Самобытный и благородный он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым. Собственно, в современном мире кокошник, как обязательный атрибут, носит только снегурочка. Бла-бла-педия Бла-бла-педия